549-классников Ненецкого округа справились с итоговым собеседованием по русскому языку. Тест для учеников 9-х классов проходил в Ненецком округе 12 февраля. Это своеобразный допуск выпускников государственной итоговой аттестации. Положительное прохождение собеседования является обязательным условием для допуска выпускников государственной итоговой аттестации. Александра Литкова продолжит. Итоговое собеседование по русскому языку девятиклассники проходят второй раз. Эта норма была введена в обязательную программу в прошлом году. Успешное собеседование является допуском к основным государственным экзаменам, которые предстоят девятиклассникам в конце учебного года. Лично для меня было достаточно сложное тамонологическое высказывание. И я старалась дома проработать, подготовиться к нему. Для меня в итоговом собеседовании самым сложным заданием оказался пересказ. У нас прочитанный текст, пересказать было трудновато из-за того, что времени все-таки немного. Ты сидишь, нервничаешь, обстановка, это экзамен. Но все же я справилась со всеми заданиями и у меня зачет. Софья Ипатова к итоговому собеседованию по русскому языку готовилась последние несколько месяцев. Говорит, думала будет сложнее. Все задания, все четыре являются полностью устными. Можно, конечно, делать заметки, но это не обязательно. К собеседованию я готовилась не только на элективных курсах текстоведения, но и дома самостоятельно. Это было просто чтение текста, это была проработка пересказ текста, например, тестовые варианты итогового собеседования, выпускаемые в сборниках. И на самом экзамене у меня не вызвало каких-либо трудностей сдать его, так как я знала, что я готовилась, я знаю, что я это умею. И я, конечно, волновалась, но, тем не менее, смогла успешно сдать. Итоговое собеседование по русскому языку включает в себя четыре задания. Их оценивают по 20 критериям. Это чтение текста вслух, пересказ прочитанного с высказыванием по проблеме текста, монологическое высказывание по заданной теме и собеседование с экзаменатором. Оценивание итогового собеседования проводится по двум параметрам – зачет, незачет. Длительность итогового собеседования – 15 минут. Для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья собеседование удлиняется на 30 минут. И оценивается оно по более легким критериям. Из 555 выпускников, принявших участие в экзамене, зачет получили 540. 15 школьников получили неудовлетворительный результат. 11 не явились по уважительной причине, а у 13 уже был действующий зачет с прошлого года. Итоговое собеседование проводится в рамках реализации концепции преподавания русского языка и литературы. Целью этого итогового собеседования является выявить уровень речевой культуры выпускников, их личностную зрелость, их умение высказываться по определенному литературному материалу. В задание для наших детей входят тексты. Тексты рассказывают о выдающихся людях России, таких как, например, Юрий Гагарин, хирург Николай Пирогов. Также о наших знаменитых современниках. Все мы знаем доктора Лизу, Елизавету Гленко, и также о докторе из Красноярска, который спас ребенка в сложных условиях. Выпускники, которые не явились на собеседовании по уважительным причинам или получили незачет, могут пройти собеседование повторно. Для этого установлены дополнительные сроки – 11 марта и 18 мая. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.